В Великом Новгороде сегодня официально разрешены елочные базары. Правда, пока не единичные. Все же покупать живую ель за 11 дней до Нового года желают немногие. Тем временем власти усиливают контроль за незаконную рубку хвойного молодняка. Грозят серьезные штрафы. Вот маленькие елочки, да, они там в маленькие квартирки, да, как бы можно нарядить. Большие вот такие вот у нас елочки, так они могут уже и до потолка достать, как бы. Все зависит от вкуса людей. В 30 километрах от Новгорода в сказочном лесу взращивают мохнатый зеленый молодняк. За здоровьем елей круглосуточно следит лесничество. Все для того, чтобы земляки смогли легально приобрести свежую пушистую красотку. Ведь чтобы срубить правильную елку, нужно знать некоторые секреты. А это дело специально обученных людей. При выборе елки профессионалы в первую очередь обращают внимание на ее жизнеспособность. Зачем срубать ель, которая в будущем еще пригодна для развития? Проверить это можно так. Если боковые веточки короче, чем макушка, значит у елки еще впереди большое и светлое будущее. Ель с короткой макушкой, вероятнее всего, выше уже не вырастет и в ближайшее время начнет отмирать еще в земле. Поэтому профессионалы лесопромышленного ставят приоритет елки, которым, грубо говоря, и терять-то нечего. А простоит такая не меньше любой другой, если правильно за ней ухаживать. Все зависит от того, как вы ее поставите. Если вы ее поставите в водичку и посыпите туда еще аспиринчика, она простоит у вас месяц. У меня, например, все время она стоит больше месяца и она зацветает уже, почки распускаются. Важно отметить, что незаконно срубленная елочка не принесет нужного удовольствия в праздник. Хотя бы потому, что нелегальная рубка деревьев грозит административным штрафом. Цифры значительные. Если с поличным пойман простой гражданин, взыщут от 3 до 4 тысяч рублей. Должностное лицо платит от 20 до 40 тысяч, а юрлицы рискуют быть оштрафованными на сотни тысяч рублей. Если все же очень хочется нарядить живую, а рыночная цена себя не оправдывает, можно обратиться прямиком в лесопромышленный цех. Если вы хотите сами пойти поискать эту елочку, подойдите к специалисту, он вас сведет. У него есть разрешительные документы. И на основании этих разрешительных документов в определенном месте вырубите себе красавицу. Это все равно будет стоить денег, но в сравнении с рыночной ценой суммы действительно смешные. Так, метровая елка вам обойдется в 200-300 рублей, высокая – 600-800. Дешевле, чем на базаре и абсолютно легально. Как бонус – свежий запах леса и гарантированное новогоднее настроение. Из Новгородского района Людмила Александрова, Илья Круглов. Новости Новгородской областной телевидения.